Если ваш дедушка по линии матери лысый, значит ли это, что и вы потеряете волосы? Если брить волосы, они начнут от этого быстрее расти? Неужели сушить волосы феном вредно? Сегодня, господа, мы будем говорить о волосах. Мы будем рассматривать исследования, а также пройдемся по суевериям и узнаем, имеют ли они что-то общее с научной точки зрения. Давайте начнем с выпадения волос. И есть такое предубеждение, что гены, которые отвечают за облысения, передаются по линии матери. Лично я очень верил в это предубеждение, так как мой отец лысый, а у дедушки по линии матери с волосами все в порядке. Но разве один пример это достаточно для подтверждения? Это так не работает. Поэтому я отправился в архив и нашел журнал о генетике, и там обнаружил исследование 2017 года, которым изучил 52 тысячи участников. В этом исследовании было определено 250 независимых генотипов, которые ассоциировались с сильным выпадением волос. Это означает, что существует 250 факторов, которые связаны с мужским облысением. Чтобы подтвердить свои исследования, они проконсультировались с дерматологом из Колумбийского университета. Они его спросили, это как-то связано с матерью? И он ответил, что нет. Это миф и предубеждение. Существует куда больше факторов, которые на это оказывают влияние. Короче говоря, это андрогены и рецепторы, которые связаны в X-хромосоме. Они слегка повышают шанс облысения, который может передаваться по линии матери. Так что, господа, не стоит винить мамины гены в вашем облысении. Ребята, давайте обсудим этот вопрос. Будь то из-за генов от мамы или папы, два из трех мужчин очищают на себе облысения в возрасте до 35 лет. Если вы один из них, действуйте сразу. Скорость роста волос запрограммирована генетикой, а вот как долго будут расти ваши волосы определено вашим здоровьем и как долго вы можете сохранять ваши волосы в стадии роста. Далее давайте рассмотрим миф о том, что фен портит волосы. Так ли это? Итак, я нашел исследование 2011 года от одного журнала по дерматологии. Они сравнивали сушку волос с феном и естественным образом. Ну, они сушили волосы пятью разными способами. И один из них был самый хардкорный способ сушки волос феном, когда горячий воздух вылетает прямо из сопла прямо в волосы. Как вы могли догадаться, жар от фена оказывал повреждения на поверхность волос. Но вот что интересно, когда вы отодвигаете фен на расстояние 15 сантиметров и вращаете феном туда-сюда, то повреждение от сушки волос феном сводится к минимуму. На самом деле, куда вреднее было сушить волосы полотенцем, чем феном. Давайте теперь обсудим распространенный миф о седине. Что она появляется из-за стресса? Что говорят исследования? Я нашел одну статью в гарвардском альманахе, в котором говорилось, что стресс не вызывает седину. Но вот что провоцируется стрессом, так это выпадение волос. В три раза быстрее, так что если у вас много стресса, можете ожидать, что в скором времени потеряете волосы. Ну так, из-за чего волосы все-таки сидеют? В определенный момент волосяные фолликулы перестают вырабатывать цвет, который красит ваши волосы, и это естественный процесс для всех людей. Так что после 35 лет это совершенно нормально, чтобы у женщин и мужчин волосы начинали терять цвет. Конечно, есть и другие факторы, такие как нехватка витамина В или болезнь щитовидной железы. Что же насчет мифа о том, что если брить волосы, то они начинают сильнее расти? Скорость, с которой растут ваши волосы, определена вашей генетикой. И если учитывать, что вы здоровый человек, волосы растут так быстро, как они это могут. Чтобы подкрепить это, я нашел исследование 1970 года. Не было ни одного факта, вне зависимости волосы стриглись или сбривались, что это как-то влияло на скорость их роста. Итак, этот миф переходит в следующий, можно ли вылечить секущиеся концы. Если у вас короткие волосы, вы наверняка даже и не задумывались о секущихся кончиках. Но если у вас длинные волосы, то вы наверняка понимаете, о чем это я. Когда кончики волос начинают сечься, то волосы становятся хрупкими и с ними труднее работать. Вернемся обратно к вопросу, можно ли это исправить? Ответ – нет. Но есть различные продукты, которые их капсулируют. Но самый лучший способ – это просто подстричь волосы. Поэтому правильно регулярно посещать парикмахера и подстригать концы, чтобы волосы оставались здоровыми. Далее популярное поверье, если у вас жирные волосы, то их надо мыть каждый день. Реальность такова, если у вас жирные волосы и вы их моете каждый день, знаете что? Ваше тело даст реакции и будет вырабатывать еще больше жира. Ну, для начала, хорошо бы разобраться, откуда этот жир берется. Он появляется из волос, он выделяется кожей головы. Если взглянуть на кожу головы, то мы видим, как она блестит. Она вырабатывает жирную смазку, которая называется сало. Это сало увлажняет волосы и защищает их от пересыхания. Количество сала, которое выделяется, определено генетикой и количеством гормонов. Быть может, у вас расшитались гормоны и вам следует изменить диету. В таком случае, вам стоит проконсультироваться с врачом. Давайте поговорим про купание. Не стоит мыть голову шампунем каждый день. Никто не запрещает просто ополаскивать их водой. Это отличное дело. Но не стоит каждый день применять шампуни, которые будут смывать природную смазку. Может, вы сможете подобрать себе более мягкий шампунь, или начать использовать кондиционер, который увлажняет волосы после того, как вы их помыли. Что насчет мифа о том, что ношение головного убора провоцирует облысение? Ребята, вы сможете это узнать, посмотрев вот это видео. В нем я рассказываю о 10 вещах, которые делают парни, из-за чего начинают терять волосы. Там я нашел увлекательное исследование. Ссылка на видео будет в описании.